всех приветствую мои родные любимые веганы и христолюбчики продолжаем читать всякие комментарии под моими роликами давать свои комментарии я буду и отвечать на вопросы если такие имеются дмитрий наткин не пишет перестань смаковать тему убийства животных еще таким приказным тоном я перестану когда меня в землю закопают так что перестаньте вы мне писать этот бред беспомощные животные также страдают когда им рвут глотку хищники отгрызают голову детенышем и так далее человек такой же животное но если вы такие безжалостные убийцы то это вы тогда засуньте свой язык подальше в гро в горло себе которое хищники перегрызают и сидите молча а я буду проповедовать любовь ко всему божьему творению пока не сдохну я пишу дмитрий что правда глаза режет так и иди своей дорогой смерти лично мне в другую сторону я всем одно и то же отвечаю дмитрий пишет я не убиваю животных ты меня судил напрасно я никого не осуждаю я говорю то что вижу и думаю вы вот с этим осуждением разберитесь когда-нибудь в евангелии иисус запрещал осуждать человека на смерть что и сделал своим личным примером когда ему привели женщину взятую прелюбодеяние а говорить людям правду в лицо это никакой не осуждение это раз второе человек человек это его поступки и слова если ты начинаешь выступать за убийство животных ты он и есть и даже как ты сейчас напишешь что ты я не убиваю животных не знаю ты и вон как арияна заступаешься за эти убийства но если ты считаешь что смерть животных в мучениях это ужасно то что тогда сказать о мучениях людей и вот все время вот эта тема я говорю какой вы имеете вообще право на чашу весов передо мной или подобными мне вешать людей и животных причем зачастую вешают разные весы первое ты не любишь людей вот проповедуешь любовь к животным это что вообще за бред кого хочешь есть человека не ешь кто знает это православная бредятина просто она в разных интерпретациях гуляет здесь опять начинает переходить ну это вы помните кто по порядку смотрит мои видео дмитрием длинная переписка была она в прошлый ролик правда вошла и не заметил как я там на другую серию комментариев перекликнулся их по-разному назвал но принципе суть они все об одном да на тему голода переходит причем тут голод у нас что голод мучениях людей причем тут мучение людей почему если страдают где-то люди я выступаю и за любовь к людям за отмену насилия и эксплуатации рабство и тем более убийства и человеков я за все выступаю на каком основании вы если видите у меня в какую-то у меня идет пусть даже крен я не в жизни знаете все сбалансирование возможно делает и по жизни вы делаете все не сбалансировано хочется одно делаешь другое в огороде то то растет то то тут и кушаешь одно все невозможно сразу взять и сделайте супер сбалансировано питание бывает дни когда ты на одной воде с хлебом сидишь вот и все идет похлебал чуть покусочничал и побежал так и это веганство очень серьезная тема и очень острая бла-бла-бла липом христианство уже всю голову забили на христианство настоящее истинное у меня полно записанных роликов я ими тоже делюсь у меня полно и проповеди и ответов уже на все вопросы тему веганство твердо жесткой и так скажем вот именно масштабно и осталось недавних пор именно проповедовать из-за вот таких же бредней которых тоже меня отчасти заквасили вот и все поэтому кто-то меня тыкал за силе христианских проповеди мне ваше мнение вообще до лампочки и вот эти вот вечно какие-то весы почему вы вешаете причем тут что разве одно зло отменяет другое зло или что а что я где-то пишу что убивайте людей этим проповедую до убивайте людей только не убивайте животных разве можно такую чушь мне приписать не не просто у нас сейчас нигде не режут как вот и не про голод писал у нас нигде на улицах просто так у целыми днями и не режут на улице животных режут каждый день тысячами происходит убийство происходит я проповедую любовь к людям конечно же мне два канала христа любили христа люб проповеди переполнены проповедями о любви к человеку потому что нельзя вот и начиная с мелочей не причинять зла любых закачивая крупными грехами против человека и начиная с того что ты должен начать с маленьких дел любви закончить большими жертвенной любовью что у меня этого нет с преизбытком животного мучениях это ужасно но что тогда сказать о мучениях людей жалеть надо и тех и других а я что не жалею они ставят животных на первое место они у меня не на первом месте они на той же самой ступени у меня они созданы в один день с нами у них такая же кровь и плоть такая же жажда жизни и нежелание страдать и умирать животных разводят убивают это очень плохо но также плохо кто страдает умирает человек все плохо вот именно тем не менее мы смертный смерть для нас это приобретение для кого для вас надеюсь что смерть животного неважно от рук мясника или либо от зубов хищника для них такое же приобретение но ты можешь себя утешать ты вот когда эту ахинею несешь ты это проповедуешь на что-то надеешься что значит смерть животного лучше от рук мясника но тогда и ты вот ты сам смотри ты говоришь человека животное одно и то же что-то в животных уперся а ты посмотри на людей на тогда чё-то уперся ну подумаешь от смерти киллера убийца садиста мазохиста не важно кого-то умер человек причем жестоко может быть с извращениями а чё ты тогда но ты надеюсь что для него смерть приобретение смерть приобретения только для святых людей до всех остальных это печальная участь давай проповедовать любовь не только в образе веганство а в целом зациклились на одном и забываем про другой я не зацикливаюсь у меня в отличие от вас есть полный спектр проповеди на все темы жизни я пишу бесполезно человека учить и призвать любить врагов в чем и есть вся суть истинного христианства его любящих и грешники любит если человек не способен отказаться от причинения зла бесправным и беззащитным существам я уж не говорю про то чтобы творить добро защища их так что ты свои советы и рекомендации оставь для себя если считаешь их благом для меня и других детей божьих они яд и зло я буду делать то что делают до последнего дыхания своей жизни в лице диме я всем конечно же это говорю отстаньте от меня со своим бредом по поводу там своими умными мыслями да как мне проповедовать что мне моя жизнь говорит за меня и мои слова ваши слова говорят за вас они несут тьму благовест дм кролику веганские путь питания в путешествие я пробовал держать православные посты но на четвертый день в организме тяжесть я андрею отвечаю я никогда не говорю о постах для бога православных или счетом каких я всегда говорю о любви ко всему божьему творению кто убивает или проплачивает убийство беззащитных чувствующих животных и пожирает их трупы тот не от бога не знает его не имеет любви не имеет природы бога оля пишет аминь любая пропыта идиот все позволительно это я идиот но не все полезно выбор как всегда наш как твой бог дорогой ну вот это любого ясная она не любого ясно а просто ангел сатаны вот заметьте люди что пишут я призываю людей к добру кто видел хоть раз а кто не видел пожалуйста не хотите на скотобойню ехать в живую смотреть посмотрите видео а если настолько тупо бесчувственен зайти на скотобойню посмотреть если у вас ничего не колыхнет можете смело сами себе ответить что вы просто как я говорю бесчувственный идиот это вы а не я вы можете где угодно ходить оправдание своим своей тупости и безумию и жестокосердию в писании в книжках в бумажках все вам позволительно вам ничего не позволительно грех не позволителен ни для кого никогда и ты никакая не любого уж тем более не ясно и ты ангел тьмы без по-русски если сказать я кстати тут это моя страничка как раз и вы видите я как-то в пост делал в ю тубе у меня там в сообществе как раз появилась возможность посты делать ну где на страничке посмотрите какая у меня реклама вконтакте вышла слева где мышкой вожу но вы знаете все вконтакте слева выходит реклама вдумайтесь что до чего докатился наш безумный мир обратите внимание на название заголовок рекламы хотите забивать от 500 голов это вопрос и дальше текст узнайте стоимость линии убоя линия смерти узнайте стоимость линии смерти вы вдумайтесь вообще до чего докатилась человечество мы рекламируем социальные сети линию смерти я вообще если честно я иногда когда проповедую вот это все любовь истину я вообще надо думаю это вообще нормально или нет в каком мире мы живем это так мягко сказано что мы живем в мире лежащем возле мы просто в аду живем и люди собственные руками этот от создают что относительно людей что относительно животных мы вот именно ненавидим всех животных людей мы пару самих себя ненавидим ну или мы так извращенно себя любим как нам кажется думая что мы можем творить всем и вся беззакония мы любим только любящих это до тех пор пока они нас любят и любим их лукаво прощаем все беззакония а соседа за да какую-нибудь булавку готовы три шкуры содрать у нас рекламируется в мире линия убоя убийство неважно кого здесь слову же это знаете хороший пост был как-то тогда я публиковал страничке кто-то эти посты тоже делает и так типа студентка там профессору где там в слове гуманный забой сказано что это плохо он говорит в самом слове забой уже все сказано убой забой убийство все уже сказано умершвление прекращение жизни неужели мы мы люди настолько тупы это просто поражает мы настолько тупы что убийство убийство само слово уже все сказала есть жизнь есть смерть никто не называет оторванный огурчик убийством никогда это называется сбором урожая скотобойни так и называется убийство скота бойни бойня животных это даже это даже не какое-то убийство просто бойней просто долбит кувалды их как только не убивают сейчас придумали там эти пистолетом там такая же кувалда внутри там просто большой металлический патрон который бьет по голове раньше кувалды топором забивали до сих пор в деревнях просто по голове топором глушит это разве кто-нибудь когда-нибудь нормальный человек покажет своему ребенку как появляется кусок мяса на прилавке или у него в тарелке никто нормальный человек никогда этого не покажет но почему-то все нормальные люди зовут своих детей собирать клубничку малинку яблочки игрушки почему мы такие тупые что мы просто не понимаем этого почему мы настолько бессердечные настолько без инициативные настолько равнодушные к тому что происходит настолько пассивные настолько ленивые что мы сами даже если познали добро дальше сидим на заднице ровно ничего не делаем нам нам впадло в западло стрёмно неудобно сделать даже пост на своей страничке в интернете показать людям правду показать их не грехи им же таков безумный мир и еще мне говорят что я идиот и чтобы я прекратил это делать да вы мне будете резать я никогда это не прекращу безумный мир безумный мир дмитрий супер полностью поддерживаю 8 лет веган с детства понимала что что-то не то творится а теперь я всем объявила что на моем столе никогда ни для кого не будет продуктов убийства и с братом родным прекратились отношения он считает себя очень верующим но мясо ест и ничего слышите видеть не хочет сколько ему всяких роликов присылала и ваших дмитрий в том числе бесполезно и в итоге общение прекратилось я за любовь и сострадание животным вы думаете светлана но я подписываюсь под каждым словом вы думаете светлана не за любовь и сострадание к людям конечно она рассказала вот именно в том духе я полностью поддерживаю я считаю что человек между истинной ложью должен всегда выбрать истину иисус сказал такие великолепные слова кто между мною а иисус есть путь путь то есть жизнь истина путь и жизнь которая жизнь по истине ведет путь путь то есть деятельная жизнь ведет к благо бытию к счастью иисус так сказал его фразу о просто в другом немножко смысле вы помните на прощальном ужине ученикам говорил но итог всего его учения да ты узнаешь истину я есть путь ну знать и пройти не одно и то же если ты не идешь и знал иисус говорил что то что ты знаешь и ничего не делаешь горе такому человеку да и вот ты конечно познав истину идешь по нее и обретаешь блага бытие поэтому иисус есть путь истинной жизни поэтому иисус конечно договорил себе говорил нет не только о плоти хотя я плоти тоже да кто возлюбит мать отца брата и сестру детей друзей якобы какое-то мифическое общество или человечество да будет всем вылизывать задницу более нежели меня иисус скал недостоин меня это очень глубокие великие слова вы знаете вся эта жизнь вот эта земная наша школа жизни которую господь придумал она вся ради того чтоб каждый человек познал истину все не для чего больше и мы здесь с вами сами когда познали наша цель основная в жизни донести то есть других раз мы сами познали уж мы ее познав и живя по ней вкусили блага бытие и будем вкушать теперь вечно а как же остальные именно любовь к этим людям и толкает вот такого как я и подобных мне на проб ведь вот этого всего проповедь истины чтобы другие стали желаю всем счастья какое царство небесное какое счастье возможно вместе где творятся беззаконие все тоже хороший пост был поля опубликовала как всегда очень хорошая мысль ты должен к животным от нас я сейчас своих словами попробую вспомнить ты должен относиться к животным так что попав ихнюю шкуру ты не испытывал ни страха насилия там или смерти но я так образно с вами вот ты захотел бы попасть в небесное царство вот в такое что-то на зону не все хотят особенно к насильникам педофилам убийцам и садистам так чем проблема в принципе у меня еще есть серия комментариев я приглашаю вас к следующему ролику он будет посвящен веган посвящен теме веган веганство по здоровью это отдельная тема я на нее редко высказывался в этот раз еще раз выскажусь а на сегодня я хотел бы сказать публично вот от моей их проповеди покаялась недавно с кем мы стали общаться оля недерова я родил ее не во христе но веганстве хотя многие кто сталкивались своими проповедями даже со стажем 20-летнего 10 5 10 20 30-летнего стажа христианства были что христианство на самом деле для них стало открытым только благодаря тому что они услышали от меня правду что такое истинное христианство что это не обряды не культы не свечки не спасение по вере а жизнь жизнь в принятии бессмертия в свою жизнь реального принятия ты уже не боишься смерти ты готов пострадать даже за истину о том что ты всегда даже перед лицом вот именно это же самые уже мнимый театральный смерть так называемый для тебя ничего не значащий ты готов избирать добро вот и все христианство добро ко всему божьему творению причем в мире ращем возле она порой проявляется в активной вот этой жизненной позиции то есть в святости и проповеди того чтобы все становились этими святыми и вот когда оля родилась в веганстве она стала очень активно на своей страничке в соцсети вот публиковать эти материалы все материалы последние где-то последние полгода получается уже мы на общаемся и так и это все материалы благодаря ей я хотел бы ей лично лично воли тебе публично выразить свою искреннюю братскую от всего веганского христианского сердца благодарность и низкий низкий земной поклон за твою деятельность потому что я все не успеваю у меня основной упор на собственный авторский индивидуальный так скажем контента своем роде уникальный потому что каждый человек уникален вот но и так как у меня есть эти дары или желание как хотите или все вместе то есть я конечно все силы всегда концентрирую на производстве собственных материалов до собственных проповедей плюс я сам не писатель не художник какие посты если делать художественные текстовые мне как его целая проблема не проще краткие видео записать но я очень люблю все эти вещи конечно же и изображение есть и текстовые материалы видео тоже материал других людей если это несет добро свет я всегда с радостью делюсь что такое наш страница соцсетях или наша жизнь мы делимся тем что считаем благом делимся этим благом и добром вот и оля конечно активно стала создала и группу ввк чтобы удобнее был не с целью там группу набить а вот целью просто туда все эти материал сбрасывай потом мы всеми делимся на своих страничках она это сделал очень мудро и вот благодаря именно ей не только я и другие и другие люди окружающие она вот эти моя страничка тоже в этом плане достаточно живая и кстати засилие вот с этого с чего комментарии сегодня дмитрий опять началось да это благодаря ей и вот если дмитрий на меня там наезжал чтобы я перестал я благодарен именно оле за то что моя страница вот просто просто с преизбытком изобилует такими материалами причем именно в основном шок контента как он называет именно потому что это и есть то беззаконие которые люди творят по отношению к тем кого нормальные люди называют тоже друзьями нашими домашними братьями живыми существами божьим творением который создан для радости нам которая в раю приходила и поклонилась пришло и приходила и кланялась и ласкалась к первому человеку да вот я и за это благодарен она делает большое дело именно благодаря ей вот это моя страница уже на протяжении полугода получается такого вот живого формата она в плане превзошла своего учителя но это я шучу в том плане мне как бы с одной стороны не назидаться там как нечем вы знаете я тоже много чего почерпнул таких красивых правильных четких фраз мыслей потому что при при этом вот именно хоть я и сказал и действительно я думаю что нам все-таки большая часть там шок-контент как называют показывая правду как убивают животных как сдирать с них шкуры и что я считаю правильным но есть и посты где просто и высказываются великие люди тогда для многих все равно на первом этапе важны какие-то авторитеты насчет там какой-то христолюк вега внесет идиот да как многие пишут я не обижаю знаете на саму славу я я не обижаюсь я просто говорю что это неправда уж идет не я что я проповедую добро а идиоты те бессердечные кто проповедует зло вот само слово как не горит ты вот говоришь такие слова не кого-то там обижать и слушать если это слово неправда вот она написала меня ни капельки не задело потому что я добрый я умный добряк я не идиот я проповедую добро а вот вы такие потому что вы проповедуете совершаете и проповедуете тьму вот и много конечно постов оля публикует действительно это высказывание сам не знал что там этот знаменитый человек тоже там бегом причем еще активистом да это расширяет твой кругозор иногда это вдохновляет даже надо это поддерживает ты понимаешь что ты не один это тоже нужно вот у них тоже разные мысли порой с тобой схожи игру который просто я поддерживаю что это тоже от этого там допустим страдают за свою эту веру жизнь до где-то и действительно кит необычные мысли говорят своим опытом делятся да это тоже очень важно очень 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 важно вот конечно же есть и другие люди а то кто-то может обидеться там галочка еще кто-то делится но я вам сказать все я не люблю хвалить человека за то чего не делал и наоборот что неправильно мне похвалить за то что сделано да мы всегда должны так делать в конечно все мы пользуемся я так вижу безусловно тем контентом ну конечно всем на своих страницах еще что-то размещаем и я еще на что-то другое подписан разными я не только своими там проповедями с удовольствием разные проб если нахожу что-то доброе любой какой-то клип фильм проповедь и на христианскую тему на веганскую на тему добра неважно чего бессмертия свободы и каким-то и жизнью и политикой конечно тоже делюсь и кто-то что-то у меня там лайкает и делится но по поводу веганство действительно сегодня тролик посвящен этому я считаю что заслуга это абсолютно оли вот и я ей действительно меры откланиваю низкий земной поклон за это спасибо надеюсь она и дальше это будет делать потому что это здорово я я рад что моя страница благодаря ей тоже является такой живой информативные в этом плане обличающий зло и беззаконие убийство действительно наших наших братьев и сестер меньших животных вот так вот и и помимо этого я хочу сказать еще что мне очень жаль особенно виду недавних событий что некоторые мне очень близкие люди решили отказаться от этого от этой проповеди от распространения этих материалов да я считаю что это нехорошо я прямо скажу что я считаю это не просто даже более того в личных сообщениях я понимал что они еще не то что не хотят они вообще против этого ну или как не против да ну сами не делал сам не делаешь значит против то что ты будешь делать то что ты считаешь благом я считаю если честно это предательством предательством даже не чем меня чем мне-то христа любви гони меня режут каждый день я считаю что тот кто свою на своей странице перестал публиковать особенно кто публиковал я имею ввиду и кто сам стал веганом и ничего не делает для проповеди вот это любви к животным для обличения вот этого зла потому что грех убийство из грех убийства и все что может быть в текстовых постах в картинках видео в основной своей массе это как называть шок контент это показывает то что действительно каким образом как они называют мясо а это вообще-то труп убитого живого существа появляется на их ней тарелки а он появляется просто перерезанием глотки живому чувствующему существу это надо показывать каждый день труп ожором это надо показывать каждый день на своих страницах это надо делать постоянно пусть они знают во первых по поводу оли хотел не договорил еще на его что-то сказать она молодец она вот так же публично объявила это в своей семье своим друзьям в интернете всем хотя не был страниц к и у нее страничка была достаточно тоже такая знаете елейная из разных высказываний но она остается это хорошо разный высказывает именно тема любви к человеку вообще добра и света и всего хорошего и вот это она такую елейную любвеобильную страничку что тоже хорошо я никак с этим вот именно как мне пытаются приписать что я там людей не люблю проповедую любым животным это чушь собачья вот она не постеснялась не не стала прятаться и в интернет сообществе вот именно объявила себя тем кем она стала и стала распространять и хотя я тоже и писали не знаю там угрожали не угрожали мы и так скажем тыкали и упрекали за то что она это делает и просили этого не делать и она молодец что она стойко стоит в проповеди этой любви а тех кто особенно мне говорят что можно веганство проповедовать как ты без шок контент хотя я по страничкам этих людей до сих пор понять не могу не по словам не по страничкам не по беседам с ним как это вообще проповедовать отказ сутку веганство это отказ от зла против животных и более того в мире вечером возле ты становишься на защиту их да и каким образом без подобного контента неважно написал ты его ты тоже самое будешь писать но я просто человек слова не писать писанина тяжело дается картинка то будет или вот действительно видео художественно так скажем засняты может быть даже до постановочный клип ролик разные в интернете есть или такая вот личностная проповедь да я и так и не пойму их о чем они говорят что это такие за что это такое проповедь веганство без шок-контента вот я считаю что эти люди которые перестали шок-контент публиковать на своей странице я вам скажу как строитель меня конечно пойму строители но вы все люди взрослые да у меня слушайте вы тоже поймете мэр мало того скобой скотобой не попрятали за бетонные стены непроницаемые таких еще вот такие вот веганы которые сами конечно веганы да где-то там кому-то аккуратненько может и будут говорить о веганстве будут там хороших блюдах рассказывать как здорово питаться здоровье какой тебе принесет веганство хотя ничего на те может вообще не принести то я вам скажу что вы сделали я как строитель вам образ подам не знаю поймете ли нет мне очень близки вот кто видел дома их обкладывают есть такой лицевой кирпич называется слово лицо ну а лицо у нас всегда файл должен быть красиво все на лицо как говорит вот есть лицевой кирпич он всегда с одной стороны красивый и вот так обкладывает неважно еще дом построили старый этот дом новый построили из грубый материалов некрасивых так скажем а потом облицовывают есть такое слово вот вы эти бетонные вот эти скотобойни с бетонными непроницаемые до звука и взгляда человека стены вы обложили лицевым облицовочным кирпичом теперь ваши странички такие хорошие вас нету шок-контента как здорово вот есть такой есть и группа такой и как бы веганстве тоже такое кто там не за есть них регистрации они называют стеклянные стены там они тоже канал такой пытались очень хорошие тоже мне понравилось когда-то понятие вот это стеклянные стены вот вы знаете наши страницы веганские христианские должны быть именно прозрачными стеклом должны быть грех убийством животным должны показывать человека человека неважно какого греха поэтому как вы будете призывать к веганству не будучи стеклянными стены вы стали просто облицовочным кирпичом мало то что их труп ожоры за бетонной стены попрятали за уродливы вы еще зная правду и что творится встали красивым фейсом и все чек на вас смотрит и все и ничего не знает что там происходит мы веганы христиане особенно должны быть абсолютно прозрачны наши стены должны обличать мир в грехе эта задача это путь любого светлого человека да ты будешь одинок да ты будешь страдать да ты будешь поносим поругаем оплеван но ты именно и в этом проявляется твоя любовь в мир что ты говоришь миру правду евро и поэтому все вот эти пассивные веганы веганов по здоровье там по здоровью по медицине потому что там брахму-махту обретешь какую-то и прочие бред не там как угодно кто-то тебя убедил силком ты те там сделали веганом и еще какие варианты 1000 там вариации наверное кто-то что прочитал где-то кто-то из авторитета своего кумира может быть певца какого-то решил на некоторое время кто-то поэкспериментировать решил и таких людей вообще веганами не считаю это веган до первой до первой ямки как угодно знаете вы поняли до первого принципа того что это твое веганство сломит есть один только настоящий веганский принцип то же самое что вы хрис в христианстве то же самое что вообще в мироздании принцип истина и принцип любви только человек ставший веганом из любви к животным познавшим что раньше он творил грех покаявшийся в грехе вот я себе могу рассказать что тогда я был вот этим бесчувственным идиотом что и столько лет все знают тоже прекрасный пуп пост посты и такую вот мысль веганская она очень часто ходит что веган жалеет только об одном попав веганство по любви о том что это не случилось с ним раньше а лучше чтобы он и и жаль то что он не стал этим веганом с детства все это единственно чем веган из своего веганства так скажем из изменения образа жизни струпа жесткого веганский о чем он сожалеет все единственная вещь ну потом добавляется жалость что его родственники не такие что не может донести это своим там друзьям близким каким-то родственникам или неважно кто это дети там далекие близкие это второе еще сожаление но это уже о будущем или так и настоящим а вот о прошлом сожалеет только о том что цели этого о потерянных годах там веганстве него сожалеет только как раз не до обретенных годах вот и все что он таким тупым идиотом был столько лет столько лет он сам в этом участвовал получать столько лет другим это мы проповед мы как живем это наша проповедь наша жизнь это уже наша проповедь просто даже молчаливая да но когда ты узнаешь правду и ты молчишь ты что делаешь ничего хорошего из тебя не получится потому что во первых это говорит о том что ты сам скорее все не веришь в до конца то ли в это добро то ли еще что то во вторых вы знаете бог прекрасен во всем и такие свойства и качества человека как смелость это божественные черты они есть каждом человеке их тоже надо раскрывать их тоже над тренировать вы знаете этому тоже надо учиться у христиан есть прекрасный пример бог явившийся во плоти под названием под именем иисуса христа каким он был смелым открытым да что он вот именно вытворял как говорил правду грешникам и поступки совершал какие слова говорил неприятные для них обличая грехе да какие поступки совершал приходя в их не самые святые святых мест и мы все в этом тоже надо подвязаться понимаете этот одиночество это все тут сразу все у вас и упование на бога потому что ты будешь многими людьми отрицаем уж жизнь так случится висеть это тебя все отрекутся и ты будешь думал слушай а чё жрать-то буду человек может и в этом проблема стать даже до на человек не должен бояться стоять за правду за истину бог все управит я не говорю завтра на жен тоже поймите меня правильно всех послать подальше никогда этому тоже не учил ну за эту тему что же говорил сегодня не буду кто хочет узнает посмотрите мои другие ролики по веганству как себе вести с родственниками а может быть как нить еще раз запишу хотя и уж в разных роликах говорил как вести себя с миром но есть разные разницы между вот когда ты вообще независим не от кого это твой блог твоя страница ты книгу решил написать ты дневник ведешь который может читаешь зачитываешь публикуешь в интернете неважно на что у тебя там дары какие есть рисуешь картинки тут над тобой вообще никто не власти никто не имеет право брать на то власть ты свободен изъявлять свою волю свои желания свои мысли в этот мир так как ты считаешь нужным мы не можем зло побеждать злом ты грешника не убиваешь тоже в ответ за то что он убил животное или человека не суть важно но мы говорим ему что это неправда мы заступаемся за слабых еще те кто зная правду перестал я говорю вот эти вот пушок контент как говорит публиковать их не смерти просто напрасные и закончить я хочу тем что я говорю вы как бы предали тех кого вы называли и называете друзьями и братьями потому что кроме нас веганов это не просто слова которые где-то там пишу кто видел мои посты очень часто где-то или в мессенджере там или в социальных сетях это действительно так кроме нас веганов активистов тем более вот именно у них никого нету их режут миллионами в день эксплуатируют насилуют мучают точно так же как и людей точно та же самым к людям конечно же относится просто эти по у меня сейчас проповедь называется веган поэтому я говорю только животных вот и все кроме нас веганов у них никого нет надеяться им не на кого их не смерти тогда напрасно мы должны показывать их не смерти должны говорить об этом людям хотя бы я говорю я не говорю долбить каждому человек просыпаться и там своей маме папе дитю уже взрослому которая науперлась вот он возле и все и не хочет я не говорю даже каждый день ему об этом долбить тут действительности вы живете где-то рядом вот именно если у вас есть эти соцсети вы с ними тоже в контакте они все равно будет видеть вашу деятельность но там где вы свободны где вы открыты где никто не имеет права на эту вашу свободу ваша комната или еще что-то вы наоборот ребенок стали там родители вас прессуют это ваша комната это ваша жизнь это уже ваше тело может быть уже там работать пошли как я в 16 лет уже сами себя обеспечиваете и не имеет право вам уже ничего диктовать и говорить более того вы должны стоять в своем более того действительно говорить им правду и даже и наоборот ставить ультиматум если уже до того дошло если они влазят в это личное пространство это важно это важно никогда этого не стыдиться когда вас спрашивать никогда не молчать когда речь за об этом заходят или какие-то смешки там в личном уже общение никогда не бояться кого-то потерять именно ультиматумы на собственном опыте убедился вот это вот ультиматум и вот это вот лишение человека даже себя самого раз я такой плохой раз тебе нужно другое пожалуйста ну что не будем друг другу портить нервы это касается и друзей в реальности друзей в интернете так называемых если мы разные но что мы будем до всегда следуйте за истина истина в любви и и в мире лежащем возле она иногда проявляется не так как мы любим все вот это елейное даже евангелие говорящий нам пусть там когда нас дошло непонятно рассказывающий нам историю о явлении бога воплоти чтобы дать человеку пример святой жизни пусть нам его там подсказали даже там видно что как бог среди грешников себя вел вот и все я желаю вам не быть предателями желаю вам светить это ничего не стоит на своих площадках руках угодно назовите раньше дневники кто-то книгу может пишет кто-то рисует проявлять себя в этом мире где где ваша территория сейчас я в частности о веганстве говорим поэтому все что касается веганство не стесняйтесь этого будьте стойки и крепки наше дело право мы веганы правы потому что мы добрые а а а Субтитры создавал DimaTorzok